Продолжение следует... Мы на экранах наших устройств, все, что видят наши пользователи, это пиксели. Вообще все пиксели, даже этот прекрасный котейка. И мы все-таки фронтендеры, для нас пиксели — это в первую очередь история про верстку, которая очень важна. В общем, здесь стоит сказать о том, что верстка, так же, как и любой процесс разработки, очень для нас важен. И, естественно, как и любой фронтендер, мы хотим верстать без багов и боли. Но, так же, как и любой процесс в разработке, верстка связана с рядом проблем, которые нам необходимо решать. Какие проблемы, связанные с версткой, есть у нас? Во-первых, нам часто приходится верстать компоненты, когда реальных данных у нас просто нет. Но дело в том, что большая часть контента, которая есть в 2gis.ru — это UGC. То есть это контент, который генерируют пользователи, контент, который добавляют различные модераторы и администраторы. И мы просто не знаем, какие данные могут прилететь в тот или иной компонент. Например, вот здесь вполне сериальный кейс — карточка компании, в которой каким-то чудом оказались теги, которые не отбросились на бэкэндах. В общем, мы не знали об этом. Дальше — это реальный кусочек нашего приложения, несколько карточек компаний, которые отрендерились последовательно. И, в принципе, если мы видим это на экране, все выглядит хорошо и здорово. Но появляется третья карточка, у которой почему-то очень длинное описание, и наша верстка сломалась. В общем, это тоже вполне себе реальный кейс, который мы просто не могли предугадать. Вторая наша проблема — мы часто переписываем что-то заново, хотя похожие компоненты уже, в принципе, написаны, но мы были не в курсе. Например, у нас есть такой MVP карточки компании. У него есть название, есть описание, какая-то аватарка или, в данном случае, заглушка с каким-то бордер-радиусом, с тенями. В общем, и от дизайнеров приходит макет шапки профиля пользователя. В общем, кажется, что эти компоненты действительно очень похожи. Похожие отступы, похожие шрифты, тоже аватарка с такими же тенями. И, в принципе, здорово было бы это переиспользовать. Но на момент разработки мы не знаем то, что у первой карточки может оказаться еще такое состояние. Здесь появляется реклама, появляется рейтинг. В общем, появляется какой-то дополнительный контент. И, в принципе, если мы начнем переиспользовать вот это для того, чтобы сделать вот это, ничего хорошего не выйдет. Мы просто, по сути, испортим компонент, загрязним его интерфейс. И, на самом деле, это логически, в принципе, разные непереиспользуемые вещи. В общем, мы не знаем об этом на момент разработки. Такое тоже бывает. И мы живем с вами в такое прекрасное технологическое время, когда есть все. Есть любой фронтендерский и не только инструмент для решения самых разных задач. Есть куча инструментов для типизации, стилизации, различные фреймворки, библиотеки. Есть куча инструментов для организации стейта, для запуска нашего кода на всем, начиная от микроволновки и заканчивая планшетом. Есть самые современные ультрамощные браузеры. В общем, естественно, есть решение и для наших проблем. И, как вы уже, наверное, поняли, это Storybook. В общем, сразу спойлер. Вот так выглядело мое знакомство со Storybook, когда я впервые его увидел. Мне действительно очень понравился этот инструмент, понравился его функционал. Но я постараюсь все-таки быть объективным и, наверное, адекватным. И рассказать о его минусах и обратных сторонах его использования. В общем, что такое Storybook? Storybook, как вы уже поняли, это инструмент, с помощью которого мы можем разрабатывать UI наших компонентов. Для тех, кто любит считать звезды. Это порядка 43 тысяч звезд, уже в районе 4 тысяч форков. Но это довольно-таки активная комьюнити. И это, прямо скажем, достаточно много. По части совместимости с разными фреймворками, наверное, практически весь стек, который вы сейчас можете использовать, здесь есть. И React, и React Native, и Preact, нормальная, в принципе, совместимость с UI, Angular и много других вещей. Даже Web Components поддерживает эту штуку. Вернее, эта штука поддерживает Web Components. Что такое Storybook? По факту, Storybook – это вот такой интерфейс, который вы поднимаете с помощью Webpack Dev Server. И он состоит из нескольких частей. Это Preview Area, ну то есть это поле, в котором непосредственно мы видим превью нашего компонента. Спойлер, это превью называется история, но об этом чуть дальше. Это панель менеджера, с помощью которой мы связываем логику, которую мы производим в нижней панели с верхней панелью. И это, соответственно, навигация, с помощью которой мы просто перемещаемся по написанным нами историям для компонентов. В общем, пишем истории. Как я уже сказал, вот это превью в Storybook называется история. И по факту, история – это обычный JavaScript файл. Я говорю сейчас немножечко, может быть, в преломлении React, потому что это мой основной рабочий инструмент. По факту, история для React – это просто компонент, который мы отрендерили заранее прокинутыми в него пробсами. То есть, как вы видите, здесь я прокинул имя, описание, картинку, какой-то рейтинг. И наша история выглядит вот так. То есть, в интерфейсе Storybook мы четко видим, как отрендерится наш компонент с текущими пробсами. И, в принципе, это очень удобно и покрывает, наверное, большую часть юзеркейсов и наших проблем. Например, здесь мы прокинули большой description и видим, что наша верстка сломалась. Прокинули рейтинг 1 и видим, что данные сформатировались неправильно, и у нас рейтинг 1 звезд. В общем, это и все решение наших проблем. Кроме того, слева в панели навигации мы четко видим, какие компоненты, для которых мы, конечно, написали истории, у нас есть. Что, в принципе, тоже закрывает вторую нашу проблему. Но мы не переписываем заново то, что мы уже написали. И неужели это все, и я затащил еще одну DevDependency в свой продукт? Нет. Помимо того, что мы можем использовать чистый Storybook для закрытия наших основных потребностей, мы можем использовать многочисленные аддоны, которые есть у Storybook. Но капитанская мысль, которую говорят нам сами создатели, аддоны – это дополнения, которые имплементируют нам какие-то дополнительные возможности для того, чтобы сделать Storybook более полезным. И немножечко о самых распространенных аддонах, которые, в принципе, написаны. Это все официальные аддоны, они официально поддерживаются Storybook. Первый – это Docs. И по факту Docs является реализацией MDX. То есть это JSX-код внутри Markdown-разметки. То есть, например, я написал обычный Markdown-файл, внутри которого я писал JSX-код. И в скомпилированном виде это выглядит вот так. То есть у нас есть наша история, которая представлена как Markdown-разметка, и здесь же есть превью нашего компонента. Но это довольно-таки удобное решение для документирования кода. И, в принципе, это обновление появилось в довольно-таки недавнем обновлении, всего, по-моему, несколько месяцев назад. В общем, довольно-таки удобно. Второй аддон, про который, наверное, знают все, кто пользуется Storybook, это Knops. Knops – это аддон, который позволяет нам динамически менять значение разных пропсов в нашем компоненте. То есть я меняю описание, прокидываю какие-то флаги, и мой компонент на ходу меняется. В общем, это удобно, чтобы показать продукту, потестировать. Ну и, в принципе, в разработке это довольно-таки интересная вещь. Viewport – ну, здесь название говорит само за себя. Я могу потестировать компонент и разрабатывать его на разных Viewport. Например, посмотреть, как он у меня выглядит на пятом iPhone, на десятом iPhone, ну, любых других устройствах, которые я записал в конфиг. Посмотреть, как это выглядит на Nokia 3310. В общем, прекрасно. Дальше. Links – это аддон, который позволяет мне связать между собой истории для различных компонентов. Например, у меня есть компонент кнопки и компонент мини-карточки. И история для мини-карточки, по сути, является точкой хода в историю кнопки. Ну, в общем, это тоже интересное решение для документирования кода и, в принципе, для разработки. Accessibility. Ну, здесь название говорит само за себя. У нас появляется вот такая вот консоль прямо в менеджере Storybook, которая ругается на нас, если наш voiceover или какой-то другой инструмент для озвучивания. Нашего интерфейса не может прочитать то, что у нас в нашем компоненте. Storyshots. В общем, здесь тоже все довольно-таки просто и понятно. Это обычные снапшот-тесты на комом, наверное, многом джесте. В общем, у меня нет цели рассказать, что такое снапшот-тесты, но по факту давайте включим воображение. Допустим, это ваш компонент. И снапшот-тесты позволяют нам сделать снимок, ну, собственно, скриншот с компонента в текущем его состоянии. То есть, как бы делает слепок с этого компонента. И, например, вы что-то не сильно или очень сильно поменяли в вашем компоненте. И по факту Storyshots будет ругаться на вас вот такой красивой штукой, которая скажет вам о том, что в вашем интерфейсе что-то изменилось. В общем, на этом обзор аддонов завершен, но это было бы не так интересно, если бы у Storybook не было еще одной интересной изюминки. Storybook дает нам возможность писать свои собственные аддоны, предоставляя довольно-таки интересное API. И возникает, в принципе, валидный вопрос. Зачем? Зачем мне писать свои собственные аддоны? Есть же куча функционала, которые уже есть, которые официально поддерживаются. Да, это все так, но, тем не менее, вы уже привнесли в свой продукт, какой-то инструмент, и, наверное, вы, как и я, хотите извлечь из него максимум. Ну, то есть сделать из Storybook так называемый швейцарский нож, который будет решать большинство ваших инженерных задач. В общем, давайте попробуем написать свой аддон и убедиться, как несложно это делается. В общем, мы будем писать Pixel Perfect. Сразу оговорюсь, это не холивар про Pixel Perfect и мое отношение к нему. Это просто удобный пример. В общем, что мы хотим? Мы хотим загружать изображение в наш аддон. Мы хотим, чтобы это изображение накладывалось на написанную нами историю. Мы хотим управлять его непрозрачностью и размером. Ну, то есть самый обычный базовый Pixel Perfect, ничего более. Еще раз вспомним, Storybook, как мы уже сказали, это основная панель менеджера и это панель превью. Но помимо этого, между ними есть еще вот такой connection channel. То есть это канал, по которому одна панель обменивается данными с другой. То есть в панели менеджера мы как-то управляем историю, а в превьюэре мы видим то, как это управление на нее проэффектило. В общем, из чего состоит аддон? Здесь, то это говорится, будет немножечко, ну не то чтобы все в докода, но, естественно, код будет не весь. Это лишь какие-то базовые опорные точки, которые, в принципе, могут помочь вам в написании своего аддона. Из чего состоит аддон? Это два основных файла. Registry.js – это файл, в котором мы, если очень грубо сказать, управляем поведением нашей нижней панели менеджера. И это индексный файл. Это файл, который мы управляем поведением нашей превьюэре. Давайте рассмотрим более подробно первый – Registry.js. В общем, что происходит в этом файле? Во-первых, здесь мы регистрируем аддон, давая ему какое-то уникальное имя. Здесь же мы создаем непосредственно саму панель для менеджера, то есть то, что будет внизу нашего сторибука, в нижней панели. И здесь же мы имитим события от менеджера к превьюэре. То есть мы отправляем те события, которые должны как-то обрабатываться в верхней превьюэре. Регистрация аддона происходит очень просто. Мы говорим, что у нашего аддона будет вот такое имя – myaddon. И дальше мы переходим к созданию самой панели. По сути, панель – это самая обычная функция, которая подключает канал. То есть тот самый канал связи, о котором мы говорили. То есть через функцию getChannelApiAddons. В общем, что мы делаем дальше? Дальше мы будем эмитить события. Здесь, как вы видите, я объявил функцию, вызов которой будет эмитить в канал события загрузки изображения. То есть PerfectUploadPicture – это уникальный нейминг моего события, которое будет отправлено в основной канал. И здесь я возвращаю самый обычный React-компонент, в который я в качестве props передал эмит моего события и повесил на какую-то кнопку. В интерфейсе это выглядит вот так. Ну, не совсем так. По факту это всего 20 строк кода, которые помогают вам реализовать примерно такой функционал. В общем, наша кнопка, клик по которой будет как раз-таки эмитить события. Ну, по правде сказать, здесь реализовано еще два инпута, которые меняют opacity и меняют размер, и реализована кнопка сброса. Но, в принципе, это происходит точно так же, и логика написания кода абсолютно такая же. То есть мы просто пишем функцию, которая эмитит события в канал. В общем, вот и вся панель менеджера. Дальше перейдем к Index.js. Это файл, который будет обрабатывать поведение preview area. Здесь мы напишем обертку для компонентов в нашей панели предпоказа. Ну, то есть вся наша история будет как бы обернута в то, что мы сейчас напишем. И здесь же мы подписываемся на те события, которые мы только что проимитили с панели менеджера. Ну, в общем-то, логично, мы подписываемся на те события, которые здесь в preview area нам нужно будет как-то обработать. Как это происходит? Как я уже сказал, мы пишем саму обертку, которая принимает историю с контекстом. Мы призываем тот самый канал, о котором мы уже с вами говорили. И здесь мы подписываем на то самое событие, которое мы проимитили двумя слайдами ранее. Ну, и, соответственно, немножко псевдокода. Когда событие происходит, мы что-то делаем. Ну, то есть, do something. И, соответственно, здесь мы уже возвращаем обернутую историю. В общем-то, и все. Никакого rocket science. Все действительно очень просто и легко. И еще раз резюмируя. В принципе, вся логика работы storybook и написания своего дона выглядит примерно так. Есть менеджер, есть preview area. Между ними есть какой-то канал связи. Менеджер эмитит события. Preview area подписывается на них. Ну, и немножко 3D графики. Может быть и наоборот. Preview area может эмитить события, а менеджер может подписываться на события, которые проимитило превью area. Такое двухстороннее взаимодействие. И вот наш аддон выглядит так. Мы загружаем какой-то тестовый файл, меняем его размер, меняем его opacity. Здесь еще реализован функционал drag-and-drop, но это все чистый JavaScript, ничего более. В общем, это действительно довольно-таки несложная операция написания своего аддона. И, в общем, аддон написан вы восхитительны. И чтобы не было ощущения, что я продался и хвалю storybook, не говоря о его конкурентах, его недостатках, сразу отвечу на вопрос, почему, например, не docs или не style-guidist. Во-первых, есть ряд причин. Их функционал довольно ограничен. То есть они по факту являются реализацией MDX. То есть это аналог одного единственного расширения, одного единственного аддона, который есть для storybook. В общем, такого большого интересного функционала, как storybook, у этих решений, например, нет. Они only react или only view. То есть, как вы видели, решение storybook подходит, в принципе, практически под любой фреймворк и, в общем, под ванильный JS. У них относительно storybook слабая комьюнити. Как вы видели здесь, большое количество форков, большое количество звезд. И действительно, любой ишес практически, который есть, ну, в принципе, закрывается очень легко, решается очень легко. И их невозможно кастомизировать. У них тоже есть ряд каких-то плагинов, там они называются плагины расширений, которые могут внести дополнительный функционал. Но, например, написать свой аддон, такого API у них нет. И такого большого количества самописных аддонов, например, как у storybook, здесь тоже, естественно, нет. В общем, во всем есть плюсы и минусы. И в storybook тоже есть минусы. Во-первых, истории нужно писать. И это, в принципе, требует, ну, так скажем, некоторого скилла и требует, в первую очередь, времени. Во-вторых, истории нужно актуализировать. Если вы поменяли ваш компонент, прокинули в него дополнительные пропсы, но не позаботились об этом и не актуализировали историю в storybook, storybook будет приветствовать вас красивым красным цветом. Третий минус. Истории в storybook сложно версионировать. Ну, то есть вам придется так или иначе держать несколько веток, в которых будут находиться разные версии ваших компонентов. Но, кажется, это как раз-таки история о том, чтобы подумать про написание аддона, потому что есть мысли, как эту задачу можно закрыть с помощью своего аддона. И, возможно, он вам не нужен. Storybook вам не нужен, если вы стартап и делаете какой-то прототип, так скажем, на коленке. Ну, то есть вы не заинтересованы в том, чтобы тратить много времени, вы, может быть, не заинтересованы так сильно в качестве, вы хотите сделать здесь и сейчас. Но, как вы поняли, storybook равно время. И такое себе. Ваш проект довольно-таки краткосрочный, и вы не будете его поддерживать. Ну, в общем, это тоже история как раз-таки про первый пункт. Наверное, не стоит заморачиваться, если у вас, вашего проекта довольно-таки короткий жизненный цикл. Ваш контент статика, и вы четко уверены в том, что ничего никогда не поломает ваши компоненты. Вы четко знаете, какие данные придут к вам. И, соответственно, наверное, для создания библиотеки компонентов можно подумать о каком-то другом решении. Хотя довольно-таки холиварный момент. И у вас есть рабочее, хорошее, самописное решение для того, чтобы документировать компоненты, и организована хорошая дизайн-система. В общем, наверное, если вы находитесь на распуте писать какой-то велосипед для того, чтобы задокументировать компоненты и сделать в них превью, наверное, не стоит этого делать, если есть довольно-таки валидное решение. Если у вас действительно хорошее, самописное решение, ну, наверное, оттащить дополнительно Storybook не стоит. В общем, как дела со Storybook'ом у нас в 2GIS? Во-первых, мы пишем истории. И, в принципе, мы взяли это за дисциплину и набрасываем друг другу на ревью, если на этапе написания, создания нового компонента, истории нет. Нам хочется посмотреть компонент в разных состояниях. Мы собрали библиотеку компонентов и, в принципе, больше не переписываем компоненты. Заново мы видим, что можно переиспользовать, а что переиспользовать не стоит. И мы осознаем ответственность перед инструментом. Мы понимаем, что падающие истории – это наши недоработки, это то, на чем нам стоит заострить внимание. В общем, подводя итог, Storybook – это интересное решение, это интересный инструмент, и мы довольно-таки дружны с ним. Возможно, вы дружитесь с ним и вы, но это не точно. На этом у меня все. Спасибо за внимание. Вопросы? Привет, спасибо за доклад. Расскажи, аддоны, их пишут внутри проекта, где Storybook, или их отдельно как-то представляют? Смотри, можешь писать в проекте, можешь, в принципе, написать у себя в качестве pet project и собрать из этого отдельный модуль, который легко импортировать к себе в любой проект. А, подключаются они в конфиде, да? Да, в Storybook есть свой конфиг, который очень легко прометрируется. У кого еще есть вопросы? Спасибо за доклад. У меня вопрос такой, а у вас в Google G Suite вообще много самописанных флагинок для Storybook, или это просто развлечение было, что нужно написать? Смотри, я тебе скажу так, у нас есть кейсы, для которых действительно мне бы лично хотелось написать какое-то такое решение. Второй вопрос, что времени нет, но это, наверное, проблема не только наша, но все впереди. Нет, в данный момент это мой на уровне pet project. Привет, Саша. Где, тут? А, окей. Спасибо за доклад. Вот ты описывал, что Storybook работает с разными фреймворками, он их поддерживает, но, насколько я понимаю, Storybook работает только с одним фреймворком в один момент. Есть кейс, разработка Chrome Extension, в котором поп-ап сам реализован как React App, и есть инъекции какие-то на странице, которые я бы тоже хотел спросить. Это как-то можно в одном контексте Storybook вывязать? Слушай, ну это прям экзотика, я не знаю, я, честно говоря, не задумался об этом, такого кейса у меня не было, но я, если хочешь, можем похоливарить об этом потом более предметно, но я не могу тебе так прямо сказать, потому что я не пробовал. В общем, в принципе, почему нет? Ну, можно извращаться, наверное, как хочешь, и, может быть, получится что-то итоговое. И еще вопрос про кнопцы, как называется, с чистым HTML он работает вообще? Ну, да, есть имплементация, которая позволяет реализовать на веб-компонент. Все, спасибо. Спасибо. Привет, спасибо за доклад. Вопрос про StoryShot, аддон. То есть у нас была такая ситуация, получается, мы ввестали какие-то компоненты, и, соответственно, во время, когда делали именно уже пуш-репозиторий, у нас наш, типа, дрон проверял все эти StoryShot, типа, валидны ли они. Соответственно, у нас очень сильно увеличилось, типа, время сборки и так далее и тому подобное. Мне просто интересно, как это у вас реализовано, в какой момент вы узнаете, что у вас там какой-то компонент там сломался, ну, из-за того, что тест провалился в StoryShot. Смотри, ну, во-первых, интересный вопрос. Мы тоже пробовали реализовать Snapshot-тесты, но, правда, не в StoryBook. И я тебе так скажу, что это затрачивает времени намного больше, чем, например, прогнать через Snapshot-тесты отдельные компоненты. Вот то, что я рассказал, обзорный доклад про какие-то аддоны, это не значит, что мы используем их все. В общем, ответ очень простой. Мы не используем StoryShots. Еще вопросы? Вопрос маленький, любопытный. По поводу компонентов. Сколько у вас количества? Я не знаю. Довольно-таки много. Я не могу ответить на этот вопрос. А тогда по поводу документации. Как она пересекается с документацией компонентов? То есть это какие-то разные компоненты? О какой документации ты говоришь? Ну, например, мы пишем код, документируем полностью все свойства, сам компонент описан, а потом в Компадоге собирает дело. Смотри, я понял тебя. Это мы отдельно пишем или нет? Вот тут есть несколько разных подходов. Ну, это такой интересный вопрос о хранении твоих историй. В принципе, то, где ты хранишь истории, твое личное дело. Ну, то есть вот эти демки, документацию. Ты можешь сконфигурировать это все дело в конфиге StoryBook и писать так, как тебе удобно. У нас, например, они находятся прямо внутри компонента. То есть по факту это все равно, как ты видел, собирается в некий единый интерфейс, и ты просто видишь все истории, которые у тебя есть. Вот, как-то так. Привет. Я тут. Привет. Спасибо за доклад. У меня есть такой вопрос. Пару лет назад в Дагисе использовался самописный инструмент, мейкап, вот примерно для таких вот штук. Ким Чапликов даже там статью про него написал на Хабре, и вот это все. Он до сих пор у вас используется? Какая вообще у него судьба? Интересно. Ну, он лежит в каталоге с мобильным онлайном Дагиса, но я не использовал его, но я не так давно, как ты понимаешь, работаю в Дагис. В общем, в принципе, в колуарах можем пообщаться. Может быть, кто-то его использует. Все? Кажется, вопросов больше нет. Давайте скажем Саше спасибо. А, есть еще один вопрос. Не хлопайте, подождите. Можно, в принципе, было? В догонку опять-таки. А то есть нормально, что у вас и тот, и другой используются? Почему вдруг стал Storybook? Это чье-то решение было? Или вы уже активно его использовали? В смысле используется и тот, и другой? Вот то решение... Решение самописное, которое изначально... Они не используются одновременно. Ну, все течет, все меняется. То есть развивать вы уже не развиваете. То есть переписывать не стали, но в новых... Ну, наверное, это судьба, к сожалению, многих самописных решений. Когда уходит евангелист, который занимается этим решением, у меня есть реально такие примеры с предыдущего места работы, так скажем. Это довольно-таки может быть грустно, но, в принципе, такая жизнь, жизнь боль. В общем, кажется, это нормально. Все меняется, меняются и какие-то технологические и технические решения. Кажется, это нормально. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...